Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с женой 9,5 лет, в браке 7. Последние два года у нас идут сильные скандалы, виноваты оба, но с моей стороны было больше косяков, пишите вы. Ну, здесь я бы рекомендовал изучить психологический груз скандал, потому что это наиболее наглядно показывает механизм возникновения ссоры. От себя я могу сказать, прямо сейчас я могу от себя сказать, что конфликты, точнее ссоры возникают, когда люди не могут по какой-то причине быть друг другом искренним. Вот. Тогда появляются, как правило, скандалы. Она мне говорила почитать литературу по некоторым проблемам, но я считал, что это фигня и просто не верил, что будет плохое. А на что вы опираетесь? Не верю в это. В ноябре прошлого года я нашёл её переписку с коллегой, где она писала, что скучает по общению с ним, и был сильный скандал. Опять же, да, у вас возникают определённые чувства, как вы с ними обращаетесь, вы обращаетесь с ними в виде скандала, но я не думаю, что это то, что вы хотите на самом деле сказать. После этого интим у нас не было. Я начал читать литературу, стоял в интернете, нашёл себе кучу изъянов, пытался с ней обсудить. Ну, здесь двоякая ситуация. Дело в том, что ваша жена вам не психолог, чтобы обсуждать с вами ваши изъяны. Она может захотеть это сделать, а может нет. Поэтому, опять же, здесь вот. Как бы вы хотели обсудить, да, а на что вы опираетесь? Вначале не шла на разговор, потом понемногу общалась. И как? То есть, как это было? Но процесс разговоров часто уходил от прямых вопросов. Так вы хотели обсудить свои изъяны или у неё что-то выяснить? Начала много врать. Как вы это понимаете? Это у вас вызывает тревогу? С коллегой пытались организовать бизнес. Приходилось работать по ночам. Бизнес был у него на квартире. То есть, она пыталась организовать с коллегой бизнес. А зачем? На вопрос, спит ли она с ним, говорила нет. Ну, а кто-то скажет да. То есть, кто-то серьёзно на такие вопросы отвечает правду, даже если что-то есть. При этом вы говорите, что она много врёт. То есть, она много врёт, но вот в этом вам скажет правду. Я, естественно, не верил. А зачем тогда спрашивали? То есть, понимаете, как бы, вы спрашиваете, она отвечает, вы не верите. Нет, дело не в том, что вы должны ей верить. Дело просто в том, что... Для чего тогда спрашивают, если... Ну, вас не устраивают её ответы. То есть, здесь не про то, что вы... Не верите ей, а здесь про то, что вы не доверяете себе самим. Потом были ситуации, когда в разговоре я её не спрашивал, она сама говорила, что с ним нет интима. Ну, это про вашу уверенность в себе. Вы в себе не уверены здесь. Так. Говорила о таком интонации, когда она не врёт. Может, я ловлю иллюзию, но я достаточно хорошо изучил по интонации. Возможно. Возможно, это так. Но, опять же, как это коррелирует с тем, что вы пишете... Сами пишете, что она стала много врагов. Периодами у неё были небольшие проявления эмоций или чувств в мою сторону. Вот, опять же, у меня такое ощущение, что вы здесь больше опираетесь на то, как она себя проявляет, меньше ли чем, как вы. Попробую пару случаев описать. Иногда она сама прислала ко мне на работу, в руках возвращала кошачий корм. Чтобы было понятно, она в этом плане линией Уэйни колясана, за сигаретами ей не пойдёт или за кормом. Ну, опять же, что-то её сподвигло это сделать. Будет весь день ждать, пока я не приду. Это поднимает вопрос, знаете, больше про что это поднимает вопрос? Это поднимает вопрос больше про то, какого рода ваши взаимоотношения. Ну, вот, в принципе, какого рода ваши взаимоотношения. Если человек, да, ну вот как-то может так себя вести. То есть, устраивает вас это. То, как она себя ведёт, я имею в виду, или нет. Вот. То есть, подобные отношения, они ведь очень, как бы, очень сильно опираются на то, устраивает ли вас такая история или нет. Потому что если вдруг нет, то накапливается недовольство. Причём, как с вашей стороны, так и с её. Вот. Дальше. Тут пошла зона за кормом, за кормом карту и сразу пришла после этого ко мне. Я работу рядом с домом, подождала минут 30, мы пошли в магазин за продуктом и потом домой. У нас до этого случая несколько месяцев не было совместных походов. Это было с один до нашей семилетней годовщины свадьбы. Опять же, это просто поступок. Вы его не обсудили, судя по всему. Что это значит для неё, что это значит для вас. Я ей передуми подкидывал сумку открытки в виде сердечек. Через некоторое время заметил, что она их повесила на мидное место в квартире. Было несколько ситуаций, когда она позволяла себя нежно обнимать. Потому что она говорила, не будь назойливым и будь умнее. Предполагается, что, по её мнению, вы ведёте себя незрело. А при том, как она себя ведёт, я полагаю, что вы себя очень сильно обесцениваете в её глазах. Сейчас она вышла на новую работу. С этим коллегой говорит, что с ней был разговор. Он говорил, что ей что и любит её. Но она сказала, что только друзья. Сейчас она с головой ушла в работу, дома почти не видно. Мне говорит, что ей ничего не надо, что жить не хочет со мной, что все её задолбают. Ну, во-первых, это определённый кризис. И здесь неплохо бы узнать, что ей нужно и чего она хочет. Ну и на фоне того, что вы описали ранее, не совсем понятно. На фоне этих двух ситуаций. С нами живёт её родная дочь, 21 год, и племянник, 17 лет. У меня с ними нормальные отношения, я понял, что у неё эмоциональная глухота. Я боюсь, что это не совсем корректная фраза. Может быть, эмоциональная подавленность. Вот. Но это имеет природу как внешнюю, так и внутреннюю. А почему с вами живёт её племянник? А дочь родная, она достаточно взрослая и живёт с вами? Когда она приезжает домой, я пытаюсь её не трогать разговорами. Оказываю знаки внимания. Но всегда получается у тебя разговоров и её разлить. Не очень понятно. Вы говорите, что не пытаетесь не трогать её разговорами. Но не всегда получается у тебя разговоров. Что именно не получается и что вы вкладываете во фразу, что не трогать её разговорами. Вот. А мне это уже надоело. Так вам бы самому определиться. Вы либо трогаете её разговорами, либо нет. Ну и освоить навыки конструктивной коммуникации было бы неплохо. Я решил уйти на съём. У нас есть подвечная квартира. Месяца три назад я говорила, что собрался идти. Она начала кричать, зачем это твоя квартира. У меня нет ощущения, что вы слышите друг друга. У меня нет ощущения, что вы понимаете друг друга. Во многом потому, что вы себя не слышите сами. Я решил подождать, чтобы она видела мои изменения на его, а не на расстоянии. О каких изменениях идёт речь? Кстати, при старых она часто кричит, что я не меня. Говорю в ответ, что надо общаться, гулять вместе, а не уходить от проблем, тогда я увидел результат. Нет, это так не работает. Это похоже на манипуляцию. То, что вы ей говорите. На принуждение больше. Потом пару раз в пылу эмоции говорил про уход. Она уже спокойно отвечала, ну иди. Вы как будто бы здесь пытаетесь на эмоции её вывести. На данный момент я уже 9 дней живу отдельно, а решил не накалять ситуацию, чтобы не дойти до точки невозврата. Есть ощущение, что вы боитесь её потерять, но не умеете выражать свои чувства. И проецируете на неё свою тревогу. То есть переносите. Первые 3 дня общались по бытовым вопросам, а в жизни уже совсем тишина. Нет, а как должно быть по-другому? За этот период она уже 2 раза была у меня в одноклассниках просматривала мою страничку. Вновь вы большое внимание обращаете на поступки. За этот период она уже так. Несколько дней назад я с ней разговаривал по телефону. Говорил, что если бы ты хотела от меня уйти, то никакая ипотечная квартира бы тебя не удержала. Она часто в ссорах про квартиру говорит. Но опять же, здесь есть ощущение, что вы говорите про какое-то своё чувство. Вы про какое-то своё переживание говорите. Вот. Но как будто вы выражаете это немножко в провокативной форме. Так, собрала бы вещи, детей привезла, мне это казалось. Если ты это знаешь, то чего-то дано здесь. И что? То есть, как бы, к чему вы это? Хотелось узнать, правильно ли я поступал. Правильно поступаете в смысле. То есть, ну вот вы говорите, что хотели бы, чтобы она увидела ваши изменения. Как она увидит ваши изменения, если вы живёте отдельно сейчас, для меня загадка. Входит ли в ваши изменения вот эта история про то, что вам надоело, что её злят разговоры? Я как-то тоже не совсем понимаю. На мой взгляд, у вас довольно много именно что противоречий. Как мне видится. И эти противоречия, они естественным образом вам мешают. мешают выстраивать последовательную модель поведения свою. Вот. То есть, вам бы вот сначала как-то разобраться в себе. Вот. Вам бы сначала как-то вот постараться бы свою позицию как-то вот, ну, обследить что ли. Вот. Потом, потом уже, на мой взгляд, ситуация была бы несколько, ну, несколько лучше. Вот. То есть, так это, по крайней мере, ну, для меня выглядит. Сейчас. По крайней мере. То есть, как бы, нет ничего удивительного, на мой взгляд, в том, что, вот, ну, что вы пребываете в таком, в таком, в таком. Как бы сказать, ну, в подвешенном состоянии. Вот. Потому что у вас много противоречий. Я это так вижу. И я вижу, ну, на мой взгляд, да, я вижу задачу вот психолога как раз именно в том, чтобы, ну, помочь вам с этими противоречиями как раз. А дальше уже, в принципе, я думаю, будет видно, как вам действовать, да, и в целом, вот, ну, чего бы вы хотели. Вот. Ну, я имею в виду от ситуации, от жены, да, своей и так далее. Вот. Может быть, вполне такая история, может быть, что вас как-то вот в целом не устраивает то, как вы живете. Вполне возможно. Вот. И в этом же нет, ну, чего-то, чего-то такого плохого. Вот. В этом же нет чего-то ненормального, чего-то аномального. Вот. Просто об этом как-то нужно говорить. Нужно учиться, наверное, об этом разговаривать. Вот. А, ну, вот как это происходит сейчас, то вы требуете, вот, от своей, ну, требуете от своей жены, как бы, каких-то реакций, да, вы требуете от своей жены какого-то поведения, а она вам этого дать не может. Вот. Не потому, что она, типа, такая плохая, там, и так далее, а просто потому, что, ну, например, у нее, допустим, нет, эээ, ну, ресурсов, ресурсов, да, для этого, у нее нет ресурсов. Вот. Так бывает. И вот, собственно, такая вот история, как мне кажется. И вот вам, эээ, ну, на мой взгляд, опять же, да, на мой взгляд, вам желательно, вот, учиться, эээ, обращаться, эээ, там, вот, в том числе со своими, эээ, чувствами, да, в том числе, эээ, со своими переживаниями, эээ, вот, и учиться навыку конструктивного общения. Параллельно, эээ, на мой взгляд, также, эээ, как-то, вот, решая вопрос, ээээ, своих, ну, своих внутренних, эээ, значит, конфликтов, ну, своих внутренних конфликтов. Вот. Эээ, внутренних противоречий каких-то и так далее, которые, вот, у вас, ну, имеют место быть. Как мне кажется, повторюсь. Вот, вот и все. Эээ, буду благодарен вам за обратную связь, эээ, по моему ответу, эээ, позволит вам начать над собой работу. И я желаю вам всего ээээ, самого доброго, эээ, удачи, обращайтесь. За помощь вам она пригодит. Благодат. bold. г ald视до, дresh cowokck мfund с